Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей в студии прямого эфира Жбек Труганбекова. И в начале выпуска коротко о самом главном. Встать! Суд идет! В области начался судебный процесс над участниками религиозного движения Таблиги Джамат. Шершеля Фам. В преддверии Международного Женского Дня наши корреспонденты находят удивительных женщин о разных жизнях и разных судьбах. Весна идет весне дорогу. Чем побалует или напротив, а мрачит. Погода на 8 марта. На скамье подсудимых лидеры экстремистской секты. В городе Ушарал идет судебное разбирательство в отношении двух активистов религиозной экстремистской группировки Таблиги Джамат. Уроженцы Алакольского района, ныне житель села Куктума, Естай Джакаев и житель поселка Карабулак из Кельдинского района Ваха Сурхаев подозреваются по первой и второй части статьи 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По словам сотрудников прокуратуры, несмотря на то, что еще в 2013 году, 26 февраля, решением Сараркинского районного суда Астаны Таблиги Джамат была признана экстремистской, запрещенной на территории Казахстана, подсудимые продолжали вовлекать в нее новых членов. Заседание суда проходит в открытом режиме. Когда выйдет окончательное решение, пока неизвестно. В случае доказательства причастности подозреваемых к экстремистской организации им грозит от двух до шести лет лишения свободы. Суду предстоит еще выслушать более 20 свидетелей. Напомним, организация Таблиги Джамат зародилась в Индии в конце 1940-х и представляет собой разветвленную международную исламскую радикальную организацию. В начале 90-х таблиговцы стали разворачивать деятельность и в странах Центральной Азии. К слову, в прошлом году в Алматинской области в колонию за решеткой были отправлены пять проводников запрещенной организации. Данное уголовное дело возбуждено Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан. Сегодня назначено первое судебное заседание. Круг лиц и список свидетелей предоставлены стороной обвинения большой. Поэтому судебное заседание продолжится несколько дней. 405-я статья по Уголовному кодексу. Первая часть относится к тяжким преступлениям. Предусмотрено до шести лет лишения свободы. Также предусмотрены альтернативные виды наказания. Вторая часть относится к преступлениям небольшой тяжести с мерой наказания до двух лет лишения свободы. Свыше полутора миллионов людей ежегодно умирают от туберкулеза. Заражаются же этой коварной болезнью еще больше около 10 миллионов. Такие данные сегодня озвучили на пресс-конференции врачи-эфтезиаторы, представители Центра здорового образа жизни и Департамента по защите прав потребителей. Собственно, их силами и был организован круглый стол для журналистов. Эпидситуация по туберкулезу в области стабильная, заверили специалисты. Так, по сравнению с прошлым годом, количество инфицированных палочкой КОХа уменьшилось почти на 20%. Среди детей также снизились показатели на 11 случаев. Статистика могла быть гораздо ниже, рассказывают врачи, если бы каждый относился к своему здоровью ответственнее. При малейших признаках, а это кашель, более двух недель, потливость, по ночам, высокая температура, нужно незамедлительно пройти обследование, сделать рентген-обследование и сдать анализы на наличие инфекции. Так как не только в открытой, но и в скрытой форме больной туберкулезом в год может заразить до 15 человек. Курс лечения проводится бесплатно, он проводится в два этапа. Первый этап – это интенсивная фаза, второй этап – это поддерживающая фаза. Интенсивная фаза проводится в стационаре, в противотуберкулезных диспансерах, бесплатно. Население это тоже должно знать. Некоторые, например, не обращаются, думают, что это будет стоить больших денег. Это абсолютно бесплатно проводится. И вторая фаза – это на поддерживающей фазе люди выписываются домой, и дома должны, не прерывая курс лечения, получать эти лекарства. Иногда люди прерывают, куда-то уезжают, и это прерывание приводит к тому, что развиваются устойчивые формы, лекарственные устойчивые формы. А люди, у которых развилась лекарственная устойчивая форма, они заражают этими же штаммами. То есть это более опасно, когда надо лечить препаратами второго уровня, более дорогими, более токсичными. И лечить надо очень длительно, до 2-3 лет должны люди принимать лекарства. Поэтому, чтобы не доводить до этого, люди должны обычный нормальный курс лечения доводить до конца по назначению врача. Продолжаем выпуск. Первого в мире робота-альпиниста изобрел молодой казахстанский изобретатель Азамат Ишмухамбетов. Автор проекта утверждает, что такого многофункционального робота-гибрида в мире еще нет. Уникальность аппарата в его универсальности. Этот робот может применяться и в строительстве, и в мышностроении, и в фармацевтике, и даже в медицине. Протестировать и начать, применять своего Ямабота автор намерен только в Казахстане. Будущее у робототехники большое, утверждает профессор Токийского университета, в котором учится Ишмухамбетов. Вскоре в домах будут роботы, которые будут выполнять как небольшие поручения, например, включить телевизор или кондиционер, так и серьезную. Ухаживать за детьми и стариками, следить за безопасностью в доме. Будут также и более продвинутые роботы, которые будут следить за состоянием здоровья и вести медицинский мониторинг, считают ученые. Наши соотечественники, проживающие в штате Вирджиния, США, приняли участие в международном детском фестивале, где показали традиции и обычаи казахского народа, блюда национальной кухни, а также исполнили танец хара-журга. Не остались безучастными к организации этого праздника их родители. Вместе с детьми они создали яркие стенды, отражающие историю и национальные символы нашей страны. Особый интерес вызвала экспозиция народных музыкальных инструментов. Подобные международные фестивали проводятся во многих штатах Америки. И участие казахстанцев всегда отличается разнообразной программой и колоритной культурой, говорят гости. Недорожники из Жигулей. По сельским дорогам Южного Казахстана ездит модернизированный советский автомобиль, которому умудрились приделать колеса от военной машины. Изнутри же машина Николая Самойлова ничем не примечательна. В народе обычная копейка. Машина изобретателю досталась от дедушки. Семейное авто долго ржавело, пока парень не взялся за инструменты. Получился впечатляющий полноприводный внедорожник, который разгоняется до 100 км в час. Скоро из нее сделают амфибию. Копейка научится плавать. Другой сельский житель решил удивлять всех на полях. Бывший тракторист Талгат Ертуов модернизирует устройства для капельного орошения. Нарисовал все схемы, собрал детали. Полученный образец назвал очень экономичным. От традиционного капельного орошения изобретение Талгата Ертуова более мобильное. Его легче переносить. Работает оно на дизеле и бензине. К подборку новостей республики подготовила Лаура Байбачанова по материалам интернет-ресурсов. Далее новости экономики. Моя коллега Семка Щегулова познакомит вас с ними. Добрый вечер, Сем, вам слово. Спасибо, Жбек. Здравствуйте. Казахстанский автопром в 2016 году начнет больше производить автоэконом-класса. По словам президента Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрея Лаврентьева, до 2020 года в нашей стране особым спросом будут пользоваться бюджетные авто до 15 тысяч долларов. Подробнее об этом не только смотрите в нашем ежедневном блоге. В Казахстане в три раза вырос сегмент недорогих бюджетных автомобилей. В этой связи отечественный автопром, начиная с текущего года, будет больше ориентирован на выпуск автомобиля эконом-класса, уточнил глава ассоциации. И такая тенденция останется на три последующих года. Этой проблемой, по словам Лаврентьева, также озадачены инвесторы. Только за прошлый год инвестиции в автопром самих производителей составили более 100 миллионов долларов. В этом году все инвестиционные планы будут закончены, то есть по переходу к мелкоузловой сборке и локализации процесса. К слову, в прошлом году было произведено в Казахстане около 14 тысяч автомобилей. При прогнозных данных 30 тысяч штук. Ожидается изменение и в отечественном кораблестроении. Новый вид судов начнут выпускать на казахстанском заводе. Уральский завод «Зенит» ожидает модернизация. Предприятие намерено освоить производство кораблей с сухим весом до 600 тонн. Размером они будут в 2-3 раза больше, стоящих на вооружении военно-морских сил Казахстана. В рамках модернизации планируется освоить производство многофункциональных судов, плавучих лабораторий, буксиров. Также в перспективе выпуск поисково-спасательных и пожарных, а также других вспомогательных судов технического флота. Чтобы качественно перейти на производство новых видов кораблей, предприятию предстоит пройти реконструкцию. Стоит отметить, что сегодня Уральский завод «Зенит» имеет 23-летний опыт работы в области военного кораблестроения. Предприятие строит морские катера и корабли водоизмещением до 250 тонн для военно-морских сил и пограничной службы КНБ Казахстана. За последнюю неделю стоимость нефти выросла почти на 5%. Сегодня стоимость майских фьючерсов зафиксирована на уровне 36 долларов. Отметим, вчера котировки нефти незначительно подросли на фоне новостей о возможности принятия решения о заморозке добычи сырья в марте текущего года. По мнению экономистов, одним из основных факторов роста котировок стали заявления главы Министерства энергетики России Александра Новака. Он отметил, что в марте между представителями ведущих стран-производителей нефти пройдет встреча по возможному принятию решения о заморозке добычи. На сегодняшний день более 15 стран-производителей черного золота публично подтвердили готовность заморозить ее добычу на уровне января 2016 года. Продукты и услуги продолжают дорожать. Инфляция за январь-февраль текущего года составила 2,5%. Цены на продовольственные товары за два месяца увеличились почти на 3%. Непродовольственные на два платные услуги почти на 3%. Так, согласно статданам, с начала текущего года особенно заметно подорожали свежие овощи на 8,5%. Кроме того, от 3 до 6% повысились цены на хлеб, свежие фрукты, подсолнечное масло, макароны и зелия. При этом меньше всего подорожали рыба и морепродукты. Около 7,5% составил прирост цен на фармацевтическую продукцию. Не осталось в стороне и сфера жилищно-коммунальных услуг, где повышение тарифов составило от 4 до 9%. Между тем, согласно сообщению ведомства, снизились цены и на бензин, но незначительно менее 1%. Это были все новости экономики на сегодня. Я вновь передаю слово своей коллеге. Жбек. Спасибо всем. А мы продолжаем выпуск. Далее события в мире. История 13-летней Айчурек, которая вынуждена работать после школы, чтобы кормить мать инвалида и брата, потрясла весь Кыргызстан. В настоящее время получила немало писем, в которых люди спрашивали, как могут помочь семье, и предлагали перевезти им денег. К счастью, история закончилась хэппи-эндом. Неравнодушные люди помогли Айчуреке и ее семье снять хорошую квартиру на первом этаже, чтобы маму на инвалидной коляске было легче спускать. Сами с собой решились проблемы с водой, отоплением и туалетом. Всего этого не было в подвале, где Сулаймановы раньше жили. Теперь у них есть сразу три чайника и даже микроволновая печь. А кроме этого Айчурек подарили компьютер, планшет, сотовый телефон, о котором девочка мечтала много лет. Эти кадры сделаны во втором по величине городе страны Арикипи. Мощный поток воды смывает с затопленных улиц машины, как детские игрушки. Ливень шел в городе восемь часов подряд. В результате реки вышли из берегов. Многие горные дороги оказались заблокированы оползнями. Без крова остались более трех тысяч человек. Пережитое они описывают как ужас. Метеорологи говорят, причиной наводнения стал Эль-Нюнье. Так называется колебание температуры в экваториальной части Тихого океана. Оно оказывает влияние на весь мировой климат. Первый в истории Международной космической станции почти годовой полет российского космонавта Михаила Корниенко и американца Скотта Кейли завершен. Они провели в космосе 340 дней. Одной из целей этой рекордной для американских космонавтов экспедиции было изучить влияние длительного пребывания в космосе на организм человека. Главными участниками эксперимента стали Скотт Кейли и оставшийся на земле под наблюдением ученых его брат-близнец Марк. Материал подготовил Айган Эмсултан по информации интернет-изданий. Наши «Ласточки» так называли в середине 70-х годов прошлого века жителей села Козлщикара Раимбекского района двух землячек-механизаторов. Кульбара Бажбаева и Кульдари Алтенбекова с техникой знакомы с юности. Ведь когда-то они были знатными водителями гусеничных тракторов. Сильным по духу бабушкам в ауле почет особый. Местная молодежь равняется на них. Молодежь равняется на них не случайно. С детства эти бабушки знакомы с тяжелой работой и до сих пор смело берутся за любые дела. Кульбара Бажбаева с виду нежная хрупкая бабушка за рычаг трактора ДТ села 18 лет. Именно тогда в стране создавались первые комсомольские бригады, куда набирали молодых ребят. Гульбара Апа тогда сразу же изъявила желание принять в этом самое активное участие. После обучающего курса механизаторов ей доверили гусеничный трактор. Нам некогда было думать о чем-то другом. Доверили такое ответственное дело и надо его выполнить с достоинством. Оправдала доверие, стала опытным трактористом. Тогда мне дали К-701, новый. В ауле было семь таких тракторов, которые занимались перевозкой разных видов груза. Впереди тракторного каравана была я, а в конце мой супруг. Через 10 лет за ней потянулась и другая девушка аула. Ею была Кульдария Алтенбекова. Молодой девушке, окончившей СПТУ, доверили трактор «Беларусь». Тогда новая техника прибывала в этот колхоз. Смелая представительница прекрасной половины человечества особых трудностей не чувствовала. С головой ушла на выполнение планов пятилетки и партии. Я работала трактористом до 1989 года. Я рано вышла замуж, 18 лет. И через два года супруг мне разрешил управлять техникой. Он сам был комбайнером. Вот так незаметно я влилась в эту отрасль. Никогда не жалела. До сих пор иногда сажусь за трактор. Внуки удивляются. Если 66-летняя Кульдария Апа удивляет внуков вождением трактора «Беларусь», то Гульбара Апа иногда уводит у своих детей легковушку, чтобы съездить в гости в соседний аул. Потому что любой праздник в селе Казалшикара и соседних аулах не проходит без этих удивительных людей. Однако сами женщины считают, что во всем заслуга их родных. Бабушки без слез не могут вспомнить, насколько добрыми были их свекры и свекровки, которые, несмотря ни на что, брались за воспитание внуков. По трудовому законодательству тех времен, через три месяца после рождения детей нужно было выходить на работу. И они садились за управление тяжелым транспортом, а с грудными детьми оставались свекрови. «Именно взаимопонимание между людьми помогло нам достойно перенести все трудности тех военных и послевоенных лет. Мы все старались помочь друг другу. Для нас чужих не было». «Мы уходили на работу ни свет ни заря, а возвращались поздно вечером. Наши родители и родители супругов воспитывали наших детей, готовили, стирали. А мы, как требовалось тогда, поднимали сельское хозяйство». Гульбара Башпаева воспитывает пятерых детей и семнадцати внуков, а у Кульдарии Алтенбековой трое детей и пятеро внуков. Обе бабушки – кавалеры орденов Козылту и Хурмет – имеют более десяти юбилейных медалей каждая. В прошлом году им вручили звание «Почетный гражданин Раимбекского района». Как говорят сами скромные труженицы, особых заслуг они не имеют, просто ответственно и качественно выполняли возложенные на них дела. Гульназ Мустафа, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ, Раимбекский район. И еще есть тем выпуска. Встреча без галстуков в неформальной, простой и доверительной обстановке руководитель Управления внутренней политики Галя Скарсарбаев встретился с молодежью Капшигая. На повестке дня довольно серьезные вопросы – наркотики, экстремизм и уровень воспитания нынешней молодежи. Обсудили участники встречи и современный образ жизни молодых людей. Не секрет, зависимость от сети и интернет сегодня уже причисляют к разряду психологических заболеваний. Как уберечь себя от внешних вызовов и быть достойным гражданином своей страны? Ответы на вопросы дает президент в своем недавнем послании народу Казахстана. Глава государства в программном документе особое значение уделяет молодежи. Ее качественному образованию в системе поощрения за отличную учебу и возможностям обрести профессию. Через высокие знания, владениями языками государственным, русским и английским, а еще постижение инновационных форм образования, можно добиться многого – резюмировали свою встречу ее участники. Главные возможности это сегодня созданы. А все остальное в наших руках заверила организаторов Капшигайская молодежь. Мы должны не просто знать, а осознавать, что мы – молодежь, будущее нашей страны. В наших руках наше благополучие и успех. Президент дает нам главная возможность получить образование и профессию. И от того, как мы воспользуемся этой возможностью, зависит многое. И мы просто обязаны доказать на деле, что чего-то стоим. О воспитании патриотизма посредством литературы говорили участники научно-практической конференции, посвященной 170-летию Жамбула Жабаева. Ее организаторами выступили Ассоциация молодежи «Бырлек» совместно с Ассамблеей народа Казахстана и коллектив «Жигу», на базе которого и прошла встреча. После показа фильма «Жамбул» состоялся обмен мнениями между участниками конференции, среди которых члены этнокультурных объединений, доктора философских и филологических наук и, конечно же, студенты. Обсуждали все – деятельность, педагогические и философские мысли поэта, темы его импровизаторских айтесов. По мнению организаторов, данная конференция должна стать еще одним вкладом в изучение творчества Жамбула Жабаева. Кроме этого, главными целями проведения таких встреч, несомненно, является патриотическое воспитание молодежи. Жамбул Жабаев вместе с народом переживал победы и поражения в Великой Отечественной войне. Он воспевал город Ленинград, ленинградскую блокаду, воодушевлял своими патриотическими стихами участников ленинградской обороны. И сегодня необходимо молодежи знать свою историю таких патриотов, поэтов, которые воспевали дружбу, которые воспевали патриотизм. 150-летний юбилей основателя и лидера партии Алаш Алихана Букеханова пройдет в этом году под эгидой ЮНЕСКО. Сегодня в библиотеке имени Майковского города Талкурган была открыта читательская конференция о роли легендарных личностей, в частности, таких как Алихан Букеханов в становлении независимого государства. Основной доклад подготовил доцент Жигу Сайлау Кужагулов. Ученики 8 класса школы-гимназии номер 14 защитили презентацию о биографии выдающейся личности. Также работники городской центральной библиотеки представили книжную выставку, где продемонстрировали труды великого публициста. Это около 100 книг. Среди участников конференции были студенты Жигу имени Илья Сжан-Сугурова, колледжа бизнеса, прав и новых технологий, также учащиеся школ. По словам организаторов, в течение года во всех библиотеках будет проводиться ряд мероприятий, посвященных юбилею Алихана Букеханова, выдающегося общественного и государственного деятеля Казахстана. Наша задача – знакомить читателей с его биографией, с его творчеством, заслугой перед казахским народом. Кто-то знает, кто-то, может быть, достаточно не знает. Его заслуга очень большая. Он первый основоположник газеты «Казах». Он умер в Москве в 1937 году, где похоронен, до сих пор неизвестно. Советская власть не только при жизни его, можно сказать, боялась, даже после его смерти, где похоронен, не сказали. До сих пор народ не знает, где он похоронен. Весна по календарю и за окном. Вчерашние плюс 15 искренне радовали и убеждали в столь скорой теплой весне. Но вот сегодняшний ветер и похолодание уже заставили поежиться и укутаться потеплее. Что обещают нам прогнозы, какой будет весна, у синоптиков узнала Наталья Хоменко. Уже позади, вопреки обещаниям, суровая зима. По крайней мере, по календарю. Весна так и стучится в дверь. Столбики термометров уже преодолели плюс 15. Впрочем, радоваться такому аномальному теплу пока рано. Весна обещает быть обманчивой. Температура, прогнозируют синоптики, будет меняться каждый день. Март – типичный месяц для весны. Быстрая смена атмосферных фронтов влияет, что мы будем наблюдать в ближайшие три дня. Вот сейчас будет у нас на нашу область влиять циклон, потом антициклон, потом снова циклон. Быстрое понижение температуры будет сменяться теплом. Весь месяц ожидается, что будет колебание температуры. Если брать в эти ближайшие три дня, самая холодная ночь сегодня ночью и завтра будет ожидаться, а дальше идет на потепление. Ночные температуры от 0 до минус 5, дневные от 10 до 15. И в конце декады плюс 20-25 будет доходить. Вот весна уже берет свое. Весна и впрямь берет свое. Первая зеленая травка уже украшает газоны. Снегопадом ее не засыпет, уверяют синоптики. Если только мокрым, и то не обильным. Даже 8 марта наперекор сложившимся стереотипам будет теплым и солнечным. 8 марта температура воздуха будет плюс 10-15, а ночью 0-2. Весна будет обычная, теплая, не холодная, с колебаниями температуры. И осадки в пределах нормы. Это значит в середине и в конце декады, в середине первой, в конце второй декады будут осадки. А в основном будет такая обычная весна, теплая. Остается надеяться, что официальный прогноз синоптиков не разойдется с небесной канцелярией. И весна действительно будет ранней и теплой. Как свидетельствуют архивные данные, март 1956 года был самым холодным. Температура опустилась до минус 30. А вот в 2000 году зафиксирован самый жаркий весенний месяц. В марте было плюс 30. Наталья Хоменко, Жаслан Ченгинжинов, телекомпания ЖТСУ, Талды Курган. Талды Курганские самые юные каратисты вернулись победами из Алматы, где прошел городской открытый чемпионат по карате Шин Кио Кушин среди детей и юношей. В копилке нашей сборной 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая медали. А это второе общекомандное место. Они выдержали напор конкуренции, оставив позади своих ближайших соперников из Тараза, уступив лишь хозяевам соревнований. Начинающие, но подающие большие надежды каратисты уже начали подготовку к следующему старту чемпионату Восточно-Казахстанской области. Они настроены продолжить свою победную поступь. Первенство стартует 10 марта. Ко всем соревнованиям ребят готовит чемпион мира по карате Мирий Сююнов. Им разработана обучающая программа для детей младшего возраста. Именно специальная методика и трудолюбие воспитанников позволяют им достигать хорошие результаты на республиканском уровне. Наблюдаю детей индивидуально, смотрю сильные качества, слабые качества. Узнаю, что они хотят тренировать, какой удар любят. И стараюсь объяснить, какие удары больше нужны, какие удары они правильно делают, которые неправильно делают. Индивидуальный подход к каждому ребенку, я думаю, приносит свои плоды. И эти соревнования, которые прошли в Алмате и неделю назад, которые прошли в городе Талдукурган, принесли свои результаты. И секрет прост. Работаем с каждым ребенком индивидуально. В областном центре прошли соревнования по мини-футболу среди военнослужащих Талдукурганского гарнизона. Они были организованы в рамках городской спартакиады, включающей в себя состязания по 20 видам спорта. Эта традиция зародилась 10 лет назад. Редкую возможность встречи военнослужащих на спортивной площадке было решено использовать с максимальной пользой для укрепления их физической подготовки и для общения в неформальной обстановке. В турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли участие 12 команд из Талдукургана, Куксусского, Искельдинского и Каратальского районов. К слову, внимание к физической подготовке у армейцев особое. На постоянной основе они сдают ежегодные президентские тесты. Ежемесячно нормативы по физподготовке, а в конце года подтверждают свои показатели на итоговой проверке. В числе лидеров по итогам футбольных баталий оказались воинские части 54-380, 18-386, 18-404. Очень приятно получить награды не только за хорошую службу, но и за спортивные достижения, отмечают участники соревнований. В этом году это уже идет у нас второе соревнование по мини-футболу. До этого у нас прошло соревнование по лыжному спорту. В ближайшем будущем ожидается соревнование по волейболу, по президентскому многоборью, по настольному теннису и так далее. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин